Мы говорим сейчас о здоровье, потому что это один из важнейших наших моментов жизни вообще, начиная от рождения и кончая нашей глубокой старостью. Здоровье. Когда мы говорим о здоровье, сразу же у нас возникает вопрос, как же она защищается. То есть наша иммунная система – это наша защита. И иммунная система контролирует и сердечно-сосудистую, эндокринную, пищеварительную, мочевыделительную, дыхательную, гормональную, опорно-двигательную, нервную систему. То есть в каждой из этих систем имеются клетки иммунной системы. Проще говоря, каждая десятая клеточка нашей иммунной системы, нашего организма – это иммунная клеточка. И что это за клетки? Клетки иммунной системы – это целая армия. Здесь только некоторые я приведу. Это макрофаги, натуральные киллеры. Т-хелперы, супрессоры, интерлекины, лейкоциты, иммуноглобулины, лимфоциты и так далее. Что же они делают? Например, клеточка, натуральные киллеры, они убивают раковые и вирусом зараженные клетки. Вот здесь на рисунке видно, что раковая клетка, вот она и ее окружают клетки натуральные киллеры. Клетки натуральные киллеры, если их в большом количестве, они могут справиться с этой клеточкой. Если же нет, то раковые клетки, они прогрессируют, вырастают в опухоль и, соответственно, с исходом. Уровень иммунитета можно замерить. И были проведены клинические испытания у 3624 человек в возрасте выше 40 лет. И было отмечено, что замеряется уровень иммунитета по количеству клеток натуральных киллеров в одном кубическом миллиметре крови. И было замечено, что у этого количества людей практически разного возраста, разного уровня здоровья, количество клеток натуральных киллеров находится не выше, чем 50 единиц. Уровень сильного нормального иммунитета должен быть на уровне 270-280 клеток натуральных киллеров. Это значит, что у большинства людей, будем так говорить, уже не будем говорить, что на всей земле, но, может быть, и даже на всей земле, уровень иммунной системы как минимум в 5 раз ниже нормы. Вот откуда возникает такое большое количество всевозможных заболеваний. И кто же враги нашего иммунитета? Это загрязнение, это курева, это воздух, которым мы дышим, воду, которую мы пьем, это продукты питания, которые мы кушаем, от которых зависим, побочные действия всевозможных лекарств, радиация. То есть это весь огромнейший комплекс, и мы от него прямиком зависим. То есть мы не можем от этого уйти. В природе существует большое количество иммуностимуляторов, я бы сказала бы, которые стимулируют то одну клеточку нашей иммунной системы, то другую клетку иммунной системы. Например, сок нони на 15% стимулирует клеточки натуральных киллеров нашей иммунной системы. Алоэ вера 15%. Чеснок, который мы знаем очень хорошо, 21%. Сухое молозиво, просто сушеное молозиво, тоже на 23%. И хиноцея, 43%. И существует такой продукт из СОИ, IP6, который поднимает иммунную активность иммунных клеточек на 49%. В 1949 году ученый Шеврот Лоренц обнаружил при изучении туберкулеза, обнаружил, что существует такой какой-то в нашей иммунной системе фактор, который, если перелить кровь от человека, переболевшего туберкулезом, к человеку, который не переболел, то его иммунная система будет как бы очень активна и защитит этого человека. Эту молекулу Лоренц назвал трансфер-фактором, фактором переноса иммунной информации. Это маленькие цитокины, проще говоря, сигнальные молекулы передачи информации от клетки к клетке. Итак, где же сидит эта самая маленькая молекула? Вот мы возьмем одну из клеточек нашей иммунной системы Макрофаг, которая участвует моментально в розыске тех патогенов, которые у нас в организме, или раковые клетки, или старые клетки, или вирусные какие-то клетки. На этом Макрофаге имеются такие рецепторы, которые схватывают патоген, или что это такое чужое, моментально перерабатывают, рассматривают что-то такое, записывают информацию об этом патогене на определенной маленькой молекуле и выбрасывают ее в иммунную систему лейкоцитом, которые моментально, притягивая другие клеточки, которые помощники, техелперы, и далее перенастраивают всю иммунную систему для борьбы с этим патогеном. То есть трансферфактор, вот эта маленькая молекула, и эту маленькую молекулу мы не можем заменить ни чесноком, ни соком нони, ни эхиноцей. Эта молекула, она наша родная внутри, которая несет информацию через всю нашу систему, и называется она трансферфактор. Ее размер очень и очень маленький, дальтоны. Это значит, что она может проникать через стенки сосудов в любую часть нашего организма, в любую систему. У всех позвоночных на нашей Земле иммунная информационная молекула абсолютно одинаковая. Эта молекула не видоспецифична, и называется она трансферфактор. Цитокин, трансферфактор. Проведено более 20 тысяч клинических испытаний по всему миру. Это самая изученная клетка, которая есть на настоящее время в медицине, и более изученных, наверное, не существует. Где же источник этого трансферфактора? Источником трансферфактора является молозива коров и желтки яиц, а также молозива наших матерей, то есть у человека и так далее. У всех, кто питает своих детей молоком, то есть этот источник трансферфактора находится в первых каплях нашего первого молока, то есть молозива. А у птиц он находится в желтке яйца. Что же содержит трансферфактор? Какие, будем говорить, фракции содержит трансферфактор? Он содержит три фракции. Это информационные фракции, это индукторная фракция, которая обеспечивает готовность иммунной системы к отражению чужой агрессии, любой агрессии. Это может быть либо внутренняя агрессия, либо внешняя. Вторая – это супрессорная. Это он регулирует интенсивность иммунного ответа и тем самым предотвращает аутоиммунные реакции. То есть наш иммунитет, когда начинает сражаться с любым патогеном, который существует в нашем организме, то ли это чужая клетка, то ли что-то еще, то просто аллерген какой-то, попавший в наш организм, обязательно сражается и должен прекратить эту борьбу. Но потеряв эту супрессорную функцию, наша иммунная система не может остановиться и эти процессы борьбы продолжаются дальше. Так возникают аутоиммунные заболевания. И третья фракция, которая входит в состав трансферфактора, это антигенспецифическая фракция, которая запоминает уже этого врага, будем говорить, и заранее распознает его, когда он попадает к нам в организм. То есть будем говорить так, что аутоиммунные какие-то аутоиммунные заболевания, это аллергия, астма, рассеянный склероз, диабет первого типа, красная волчанка, псориаз, дерматит, ревматоидный артрит, аутоиммунный тироидит. И когда происходят аутоиммунные заболевания, иммунитет стимулировать просто нельзя. То есть получается, что в нашем организме имеется такая школа иммунитета, которая позволяет опознать врага, его уничтожить, и тем самым потом запомнить, что такое это было. До 15 лет эту школу иммунной системы выполняет ТИМУС. Это центр нашей иммунной системы, который обучает клетки иммунной системы для того, чтобы они были сильными. Итак, повторяю, иммунитет запоминает врага, иммунитет имеет память. Что же делает, как же действует трансфер-фактор? Те процессы, которые очень активны, то есть аутоиммунные процессы, он их ослабляет до уровня здорового сбалансированного иммунитета. И в том случае, когда иммунитет очень низкий, он усиляет, увеличивает активность всей иммунной системы. Как производится трансфер-фактор? Производство трансфер-фактора происходит сначала получение молозива. Это примерно одна треть молозива, которую дает каждая корова, потому что теленка не оставляют без молозива, замораживают, поставляют на фабрику, потом обезжиривают, пастеризуют при низких температурах длительное время, потом происходит ультрамембранная фильтрация и аэрозольная сушка при очень низких температурах. Вот примерно такая технология поступает в молозиво или желтки яйца, где удаляются полностью витамины, лактоза, белки, жиры, и при фильтрации проходят только молекулы трансфер-фактора. Происходится еще и вторая стадия фильтрации для особого продукта, который называется трансфер-фактор-трифактор. При его создании, это патент фирмы, при его создании было выделено трансфер-факторы из желтка яйца или из молозива, и потом были профильтрованы корично и получены особо тонкие, тонкая франция с наномолекулами. При смешивании этих двух в определенных количествах и получается такой продукт трансфер-фактор-трифактор. Этот патент, первоначальный патент, был привлечен семьей Ли Самби, Дэвидом и Бианкой и является еще недоступной для всего мира в течение следующих 17 лет. Это принадлежит только компании Фолайф. То есть компания Фолайф, каждый продукт, каждый патент, который выходит после исследований, он его компания не продает. То есть в течение еще 17 лет по трансфер-фактору классику и по остальным продуктам практически бесконечные патенты, бессрочные патенты, они будут оставаться достоянием компании Фолайф. Эти исследования были проведены в онкологическом центре России имени Блохина, где были исследованы абсолютно независимо в пробирках. В одной пробирке был трансфер-фактор классик, в другой был трансфер-фактор advance, или это трансфер-фактор трифактор, в третьей пробирке был трансфер-фактор плюс, и в четвертой пробирке находился фармацевтический продукт, называемый интерлекин-2. То есть каждая страна, которая выпускает эти продукты, она по-своему их называет, например, в Германии он называется лейконор. Так вот, было исследовано и отмечено, что уже через 4 часа иммунная система поднимает свою активность на 103%. Через 48 часов самая высокая активность иммунной системы достигается при введении трансфер-фактора advance, или трифактора. Причем можно сказать, что наиболее легко переносится именно прием трансфер-факторов. Если же приходится пользоваться фармацевтический продукт, то его активность не более 389%, и очень тяжело переносится пациентами. Еще одно исследование. Это было замечено, что количество иммуноглобулина, то есть в нашей слюне, это одна из первых ступеней нашей периферической иммунной системы, находятся иммуноглобулины, которые нас защищают. Можно сказать, что уже через месяц количество иммуноглобулинов во рту, в слюне, находится на 73% больше, чем обычно. Это следующие исследования, которые, в общем-то, отмечают, что уже в обычном состоянии наш организм начинает реагировать, защищать наш организм через 3,5 суток. Вот здесь вот на циклетке натуральных киллеров, они показаны, что через 3,5 суток наша иммунная система начинает реагировать, защищаться. А сами цитокины, то есть сами этот трансферфактор, активизируются только лишь через 2,5 суток. При введении же трансферфакторов эта активность иммунной системы повышается в 12 раз. То есть молекулы цитокины реагируют моментально на тот патоген или на ту инфекцию, на тот вирус уже через 4 часа. В то же самое время, как натуральные киллеры вступают в работу или в борьбу уже через 1,5 суток. Вот примерно, можно сказать, если здесь через 2,5 суток, то здесь через 4 часа можно посчитать, то это значительно даже больше, чем в 12 раз. Вильям Хэннон, он исследовал состояние здоровья в зависимости от возраста. Вот это вот идеальное состояние здоровья, когда человек может спокойно дожить до определенного возраста, то есть примерно до 110 лет. Обычно наше здоровье, сильное здоровье, ну будем говорить условно сильное, доходит до 35 лет. Там дальше мы начинаем потихоньку сражаться с нашими проблемами и дотягиваем, как говорится, до 75 лет. Но что это за качество, что это за уровень жизни с 35 до 75? То есть практически уровень жизни резко падает. И если дотягивает до 110 лет, то это уже очень условно. С трансфер-фактором есть возможность вот этот вот отрезок жизни с 35 до 75 лет очень высоко поднять в качестве и быть абсолютно работоспособным. абсолютно радоваться жизни, жить нормальной жизнью. Я опять вернусь к этому рисунку, к этому графику, где мы видели, что самый сильный продукт, который имеется в природе, это продукт, полученный на основе сои, то есть IP6, 49% дающий. То есть в то же самое время 283%, 437% дают трансфер-фактор, advanced 3-фактор или трансфер-фактор плюс. Итак, Всемирная организация здравоохранения сделала вывод, что самое большое количество, которое у нас возникает рак по причине паразитов, вирусов и так далее, это в желудке 55% по этой причине, женские половые органы, шейка матки 80%, в печени 82%, в легких 90%, рак мочевого пузыря 100% причина возникновения рака это всевозможные паразиты, вирусы и инфекции. Майгель Чен поставила уже крест на современной медицине и сказала, что в настоящее время антибиотики уже не работают. Что это значит? Это значит, что в ближайшее время будут созданы какие-то другие подобные антибиотикам препараты, которые во много раз будут агрессивнее по отношению к человеческому организму и намного дороже. В справочнике практикующего врача с 2003 года до 2012 года, то есть до настоящего времени трансфер-фактор внесен в книгу настольного справочника для врача и внесен для использования при иммунодефицитах. То же самое подобное было в 2004 году в России, когда Министерство здравоохранения обратилось со специальным методическим письмом ко всем терапевтам, где было сказано, что трансфер-фактор необходимо использовать при иммунореабилитации, инфекционных, воспалительных, соматических заболеваниях. Методическое письмо, такое же методическое письмо здравоохранения в Украине вышло в 2011 году. Почу остановиться на работах в Украине, так, например, Одесский государственный мединститут доктор Генко проводил исследование на язвах, вызванных над улучшением трофики тканей, облитирующими атеросклерозе сосудов верхней конечницы, хронической лучевой длительной незаживающей язвы. И он установил, вот, пожалуйста, хроническая лучевая незаживающая язва левой стопы, 30-е сутки лечения, 50-е сутки лечения после пластики. Будем говорить, что более 14 месяцев лечение было неуспешным, пересадка кожи не давала должного эффекта. Вот работа трансферфактора реальная. Десятые сутки при сахарном диабете, когда стоял вопрос ампутации стопы. Вот в двух десятые сутки лечения, вот в 25-е сутки лечения, когда практически пришлось ампутировать один из пальцев на ноге, но практически полностью стопа сохранена. Проблемы верхних конечностей, вот видно десятые сутки, двадцатые сутки практически идет сильное заживление, восстановление тканей. То есть выводы улучшают процесс регенерации ткани, контроль возможностей за инфекцией и воспалительными процессами, помогая снять сосудистый спазм, отсутствуют противопоказания в реакции применения, очень прост в использовании, отказ от длительной антибактериальной терапии, общие сроки лечения таких больных по сравнению с контрольной группой существенно сокращаются. Вот ребенок пяти месяцев, у которого был нейродермид и прием продукции составлял один месяц. Трофическая язва при сахарном диабете. Это изменения, которые происходили на ноге в течение одного месяца. Это результат, полученный при раке пищевода, когда пациент просто подготавливали к операции. Но неожиданно через два месяца вся проблема пищевода, где находилась раковая опухоль, была полностью уничтожена, ушла. Операция не состоялась. На животных, пожалуйста, можно заметить, что вот верхняя собака, у которой очень тяжелый был нейродермид, она находилась на гормональных препаратах. В течение одного месяца приема трансферфактора фактически собака ушла от этой проблемы. Это ученый совет компании, который занимается начиная от основ, от начала и заканчивая полностью патентами. Это ученые, то есть фирма имеет замкнутый цикл в том плане, что патенты и исследования проводят создание патентов непосредственно самой фирме. То есть ничего не продается, нигде в других институтах ничего не заказывается для исследований. Полностью проводится непосредственно в самой фирме. Трансферфактор классик корректирует работу иммунной системы на 204%, подавляет гиперактивность. Только этот продукт обладает супрессорной функцией. аналогов фармацевтической промышленности нет. Супрессорной функции практически нельзя подавить какими-то химическими препаратами. То есть восстановить меня и убрать автоиммунные заболевания. Трансферфактор шпрей. Он содержит трансферфактор витамин С, цинк и очень хорошо помогает при проблемах дыхательной системы. Следующий продукт это трансферфактор трифактор. Он у нас имеется в трех разных продуктах. Трансферфактор это жевательные такие таблеточки в капсулах и в соке риавида. Значит этот продукт которым я говорила он особого назначения работает против всех вирусов и инфекций. Против всех вирусов герпеса в том числе при гепатитах при остальных заболеваниях. Следующий продукт трансферфактор трансферфактор трифактор плюс который содержит кроме трансферфактора еще целый ряд дополнительных составляющих усиляющих ту или иную функцию разных клеток. То есть трансферфактор сам который содержится здесь он направляет и остальные составляющие активизирует получается в конечном итоге активность иммунной системы повышается на 437%. Имеется целый ряд целевых продуктов это болидьи при женских проблемах глютамины при тяжелых заболеваниях и для спортсменов то же самое можно применять потому что это особо чистые особо подобранные аминокислоты для как строительный материал наших клеточек Майлпро при проблемах мужчин при аденомах простатах кардио это при проблемах сердечно-сосудистых заболеваний глюкоуч это при проблемах сахарного диабета этот продукт мы ожидаем это продукт для почек и этот продукт для головного мозга для центральной системы то есть область применения очень широкая это хроническая усталость простудные заболевания хронические заболевания онкология, депрессии, инфекционные заболевания, туберкулез, эндокринные заболевания, стрессы, аллергические заболевания, аутоиммунные заболевания. Дозировки при профилактике – это 2-3 капсулы, как написано на баночке. Уже когда имеются небольшие проблемы – 3-6 капсул. Плохое здоровье – до 9 капсул. И серьезные проблемы – 9-15 капсул. И восстановление иммунной системы происходит примерно от 3 до 12 месяцев. Все зависит от того букета, который собрал человек в течение всей своей жизни. Будем говорить так, что для того, чтобы предвести продукцию и получить консультацию, очень просто можно зарегистрироваться с компанией. Очень легкий сервис, доступный в любой точке земного шара. Только что час назад у нас подписывался человек в Латвии. И это произошло в течение 30 минут. Моментально был сделать заказ, моментально заказ ушел. То есть эти продукты можно покупать абсолютно без посредников непосредственно от компании. Существуют, конечно, разные виды доходов. Это либо прямые продажи, либо создание надежной структуры, надежной сети. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!